Субтитры делал DimaTorzok Из их общей биографии Война, бомбардировка Они должны перебраться через какое-то количество маленьких, но речек Холодных И вот идут солдаты А они служили, ну, это что-то очень напоминало штрафбат И вот они идут Падают снаряды И Эрдман начинает так кричать шутливо Хочу к маме Хочу в Арагве Хочу к Акаво Арагве это ресторан смеет И красноармейцы начинают хохотать Хохотать, потому что, ну, это необычно Неожиданно, что вот под этими самыми снарядами Где здесь кровь и кости Человек кричал «Хочу какаво» Вместо того, чтобы кричать за Сталина За Родину И они хохотали И он таким образом как-то разряжал эту обстановку Они могли пройти дальше и переплыть еще какую-то речку И опять, когда становилось плохо, Эрдман опять взводил шарманку Хочу к маме Хочу в Арагве Хочу к Акаво Может быть, про Арагве не все понимали, конечно Потому что Эрдман был богемным человеком И в Арагве сидеть любил Там были простые ребята, которые про Арагве, может быть, даже не слышали Но человека этого они запомнили Он чудесно спасся В Саратове Его на спине Ньюс Вольпин У него была гангрена Его встретили артисты художественного театра Нашли врача Врач провел линию по ноге Сказал, если к утру продвинется опухоль Сюда будем ампутировать Но Эрдман выздоровел Эрдман выздоровел И попал чудом в ансамбль песни и пляски НКВД имени Лаврентия Бирия Где в тот момент Служил его будущий друг Юрий Петрович Любимов В будущем же, где-то там далеко Основатель и главный режиссер театра на Таганке И там же был режиссер Сергей Юткевич И Дмитрий Шостакович И Исаак Дунаевский И кого там только не было Известна такая мрачная шутка Эрдмана Вернее, две мрачных шутки Из этой эпохи Первая Ансамбль песни и пляски НКВД Говорит человек, пострадавший от НКВД И вернувшийся из ссылки Но нет же ансамбля песни и пляски гестапо Говорил Эрдман А вторая шутка Человек, который пришел Заключение А Вольпин-то вообще сидел В лагере И им пошили такие шинели НКВДшные И Эрдман посмотрел на себя в зеркало И произнес знаменитое Вот это будут повторять десятилетиями Вы знаете, Миша Мне кажется, за мной опять пришли Сказал, глядя на самого себя В зеркало в НКВДшней шинели И была славная биография И одновременно ничтожная Непонятно, как это все определять Потому что есть драматург Написавший гениальную пьесу Самоубийца И почти гениальный мандат Есть огромное количество фильмов Которые вы в том числе видели Но кто из вас не видел, например, фильм «Морозка» Или фильм «Варвара Караса. Длинная коса» Там в титрах нет фамилии Эрдмана и Вольпина Но они поругались с Александром Роу И все оттуда А город мастеров А мультфильмы «12 месяцев», «Остров ошибок», «Дюймовочка» И так далее, и так далее А Волга-Волга А веселые ребята Вот можно ли такую биографию считать неудачной? Но с другой стороны Третью пьесу-то он не написал Дальше то ли восьми, то ли одиннадцати страниц Пьеса «Гипнотизер» так и не двинулась И Надежда Мандельштам будет вспоминать, что Он рассказывал ей какой-то замысел новый Новая пьеса И она пишет для того, чтобы тут же его забыть То есть Эрдман вот это понял абсолютно Здесь не будет его пьеса А они не будут идти никогда Он как-то внутренне простился Не то что с даром, потому что дар-то был Эти интермедии, юморески, этот юмор И он так же, как Олеша, существовал вот такой легендой Он ходил, и все были просто потрясены, что Вот среди них ходит такой гигант И конец жизни, последние десятилетия, шестидесятые годы Это, конечно, Эрдман и Таганка Есть эпизод, когда Владимир Высоцкий и Николай Эрдман стоят на сцене Таганки Только что Эрдман читал самоубийцу Труппи Но он ее всю жизнь читал Вот эту непоставленную пьесу В 1969 году ее поставили в Гетебурге в Швеции И он был счастлив Кто-то поставил в мире самоубийцу А потом ее в мире будут ставить, ставить, ставить Но здесь ее ставить не будут Ее поставят в 1982 году в Театре Сатиры И адаптацию, убрав оттуда особенно острые места Сделает Сергей Михалков На что все друзья Эрдмана будут очень обижены Потому что Михалков правит Эрдмана Так не должно быть По гамбургскому счету Так не должно быть Есть какая-то несоразмерность этих дарований Они жили с Любимого в соседних подъездах И Любимов каждый вечер приходил к Эрдману И Эрдман входил в художественный совет Эрдман участвовал в целом ряде спектаклей И вот они на сцене с Высоцким смеются И Эрдман спрашивает Высоцкого Володя, а вы как пишете свои песни? Высоцкий говорит На магнитофон А вы как, Николай Робертович? А я на века Говорит Эрдман И все хохочут, и все падают И Вениамин Смехов рассказывает о том Как Любимов им сказал с Высоцким Ну, вечером на ужин зовут к Эрдману И они к Эрдману на ужин, домой Что-то невероятно Ну, будьте готовы Ну, то есть прочитать свои произведения И тот, и другой пишут И они пришли, почитал Смехов И начал петь Высоцкий И начал он петь вот с этих вот дворовых лагерных песен Я знаю много людей Которые, услышав только часть Высоцкого Говорили, ну, все-таки это блатняк какой-то И как-то прекращали Но Высоцкий их все равно настигал Потому что звучало же со всех этажей А Эрдману так понравились эти лагерные песни И он тут же, пишет Смехов Тут же и навсегда Принял Высоцкого как равного А что значит как равного? Это значит в один ряд туда Эрдман, друг Есенина Эрдман, которым восхищался Маяковский Вот эта знаменитая фотография Где Маяковский, Эрдман и Есенин Маяковский смотрят в объектив А Эрдман с Есениным смотрят друг на друга И вот туда же И сам Высоцкий будет выступать В разных городах, на разных сценах И говорить о том, что если бы не Николай Робертович Эрдман Не было бы таганки И я бы не прошел такую школу воспитания Воспитание чего? Да всего Да всего Какого хотите Потому что само присутствие Эрдмана строил таганку Любимов сидел каждый вечер И с каждым новым замыслом приходил И часто Эрдман смотрел Прогон И после этого Любимов все переделал Потому что разговаривал с Эрдманом Поэтому когда мы говорим о феномене таганки А феномен таганки Как его можно вычеркнуть из истории нашего искусства Там, конечно, эрдмановские Даже не пять копеек А значительно-значительно больше Они там безусловно есть И все равно Приложив руку Так ко многому Но вот этот человек Написавший самоубийцу И да, замечательный интермеди К летучей мыши Или Лев Гуруч Синичкин Все, наверное, видели это Все это прекрасно Но мне мелковато ли И перед смертью Он скажет Любимову Он скажет Любимову Вот эту загадочную фразу Юра, вот вы Показывали мне, что надо играть Если уж ты начал играть в искусство Надо играть до конца Так, видимо, все устроено Сказал Эрдман А я в какой-то момент бросил играть И он бросил играть Он как-то вот жил Жил, да, вот так вот красиво Все помнят, как писал Эрдман Бутылка коньяка Лимончик Яичко вкрутую Любил с коньячком Чистый лист бумаги Эрдман, лежащий на кровати И так думающий о чем-то И в какой-то момент Он, конечно, когда наступила старость Он оказался в заложниках В заложниках не только ситуации Как все люди пожилые Когда лучшие года там позади Ну, его новая жена Инна Она была очень активной И в ней такой был мещанский голод Она начала строить вот эту дачу И вот эту дачу с подземным гаражом Ну, как вот сегодня себе строят дачу многие И мы их часто видим В передаче «Человек и закон» Такую дачу она начала строить А Эрдман поселился в такой там Старошке рядом с дачей И кому-то он сказал А вы знаете, почему У фараонов Такие грустные глаза А почему у них такие грустные глаза? А потому что страшно смотреть Как при жизни тебе строят мемориал И вот он смотрел на этот мемориал Ему это ничего не было не нужно Абсолютно Но мемориал рос Сергей Юрский вспоминает Он приехал на съемки фильма В Таллин По сценарию Эрдмана Тут я встретил Говорит Пойдемте со мной Молодой человек Десять часов утра Он налил ему коньяку Юрский говорит Ну, десять утра Мне же вот на пробы Вы знаете Я очень уважал вашего отца Сказал Николай Робертович Он прекрасный человек Вам не надо сниматься в этом фильме Я знаю, насколько он плохой Я писал сценарий Давайте мы устроим так Мы допьем эту бутылку коньяка Ночью вы уедете А в промежутке я познакомлю вас С лучшими ресторанами Этого города Города Таллин Юрский ошалевший Он не стал сниматься в этом фильме Потому что Эрдман предложил выпить бутылку коньяка Все же знают Это такой Эрдман А потом познакомить С лучшими ресторанами города Таллина Сергей Юрский познакомился С лучшими ресторанами города Таллина И был доволен Но вот в этой интонации у них что-то есть Конечно, потрясающее Я хочу Это очень эрдманская история В пересказе Юрского Я ее хочу прочитать Потому что Вот В ней есть все Это Эрдман говорит Юрскому Я, знаете, однажды решил менять квартиру Неуютно стал жить на старой Болею все Да и просто надоело Мы с женой стали говорить всем знакомым Что хотим поменяться И вот звонит мне как-то известный балетмейстер И говорит, что у него то, что нужно мне А ему нужно то, что у меня А надо сказать, что он женат на моей первой жене С которой мы довольно давно разошлись Приезжайте, говорит, посмотрите Я приехал Ну, правда, это то, что мне нужно Приятная квартира А он говорит Вы посмотрите книги У нас с вами, наверное, много одинаковых Может быть, не таскать их туда-обратно Это же страшная тяжесть Я поглядел И правда Диккенс 30 томов Килограммов на 50 Золя тоже На полцентнера И так далее Да, говорю, это мудро Вы мне свои оставьте Я вам свои Так на так А потом смотрю И мебель у нее такая же Польская Только чуть светлее моей Что ж, думаю, зря возить Пейзаж за окнами Тоже довольно промышленный Вроде моего А потом думаю Ведь и жена моя прежняя Тоже тут Может, мне просто перейти в эту квартиру Жизнь-то И наладится Гениально Это гениально Это вот ирония судьбы Только, я бы сказал, в более сильном, драматичном варианте Я надеюсь, что Рязанов и Брагинский на меня не обидятся Потому что они тоже знают, кто такой Николай Эрдман И вот он создавал такие шедевры Эти шедевры передавались из уст в уста Он был таким сказителем Так же, как Юрий Карлович Олеша И так же, как многие Или некоторые Другие люди И вот Такую судьбу прожил Николай Эрдман Хоронили его Немного Всего несколько человек Умирал он тяжело И кто-то из его друзей Говорил Ну, как же так Такая судьба И вот еще и смерть Тяжелая Почему так? Мы тоже не знаем, почему так Но в любую секунду Вы можете взять самоубийцу Николая Эрдмана И прочитать ее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!